После Олимпиады в Сочи российские мастера шорт-трека не сбавляют оборотов и продолжают радовать своими победами на международной арене. На пять с плюсом выступили наши мужчины на пятом этапе Кубка мира в Дрездене. Семен Елистратов выиграл две дистанции, тысячи и полторы тысячи метров, Дмитрий Мигунов был сильнейшим на пятисотке, а Владимир Григорьев завоевал серебро на километре. Победный задел с Олимпиадой у российских сноубордистов и целого мира мало. Это точно про Андрея Соболева, который две недели назад завоевал звание чемпиона мира. В минувший уикенд 25-летний спортсмен добавил в свою копилку победу на седьмом этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Любопытно, что в финале он боролся за победу со своим соотечественником, двукратным олимпийским чемпионом Виком Уайлдом. Поиграть мускулами, а по-другому и не скажешь, собрались участники третьего ежегодного турнира «Гераклеон» по функциональному многоборью. Этот молодой вид спорта в нашей стране обретает все большую популярность. Побороться за призовой фонд в 700 тысяч рублей в силовых упражнениях приехало почти 200 атлетов со всей России. Среди них были известные спортсмены, такие как чемпион мира и Европы, погреблен на коное Андрей Ганин. Он наравне со всеми проходил самые непредсказуемые испытания и даже ходил на руках. Вешенный драйв, то есть разнообразие упражнений привело сюда, музыка опять же классная. И атмосфера очень приятная, товарищей очень много здесь нашел новых. Прям вот это все тянет сюда, хочется еще и еще. И о спорте на этом все. Будьте здоровы и удачи. До свидания. Продолжение следует...